Пора переобуваться! Это новости на ТНТ в студии Артем Рахматуллин. Здравствуйте! Водителям в ближайшие дни лучше воздержаться от поездок. Такую рекомендацию дал начальник краевого ГИБДД Олег Чуркин. Связано это с погодными условиями. На дорогах, возможно, гололедится. Как показывает статистика, в так называемые дни жестянщика количество аварий значительно увеличивается. Самое главное, не торопиться, переодеть резину на зимнюю и, во-вторых, соблюдать дистанцию. А лучше всегда первые гололеды, всем рекомендую вообще просто воздержаться от движения на своем автомобиле, а лучше воспользоваться общественным транспортом. По словам Олега Чуркина, во время гололеда многие аварии происходят из-за несоблюдения дистанции. Водители просто забывают, что тормозной путь на скользкой дороге увеличивается. И даже самая быстрая реакция не всегда спасает от столкновения. Некоторые березняковские автовладельцы уже позаботились о собственной безопасности. В шиномонтажках очереди желающих поменять летнюю резину на зимнюю. Погодные условия уже требуют этого в обязательном порядке. Почему? Потому что с утра уже подмораживают. На асфальте образуется, так скажем, тонкая корка льда, которая, соответственно, способствует ДТП и тому подобное различным этим ситуациям. Опасности больше нет. Рабочие демонтировали сломавшийся кран возле дома на юбилейной 68. Напомню, там проводятся работы по разборке расселенного здания. В минувшие выходные из-за порыва ветра стрелу крана развернуло, и она едва не упала на тротуар и проезжую часть. При этом бетонная плита, которая висела на стреле, сорвалась и рухнула на вагончик рабочих. К счастью, в нем в тот момент людей не было. Покосившуюся стрелу привязали тросами к дому. Несколько дней эта конструкция вызывала опасения у прохожих. Сегодня утром стрелу крана наконец-то положили на землю. Стали известны подробности убийства женщины возле поликлиники Первой горбольницы. Напомню, ее труп обнаружили рано утром 18 октября. Тело лежало в кустах возле здания поликлиники. В кратчайшие сроки полицейским удалось задержать подозреваемого. Выяснилось, что женщину задушил мужчина, который буквально несколько часов до этого защитил ее от хулигана. В ходе допроса в качестве подозреваемого указанный гражданин пояснил, что в ночное время, 18 октября 2012 года, познакомился с указанной женщиной на улице, после чего стал распивать с ней спиртные напитки возле медицинского учреждения городская поликлиника номер один. В ходе распяти спиртных напитков между ними возникла ссора, и в ходе которой данный гражданин убил женщину путем удушения. В настоящее время уголовное дело находится в стадии предварительного расследования. То есть планируется его направление в суд в течение двух месяцев. И санкция статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации в части 1 предусматривает наказание в виде лишения свободы от 6 до 15 лет. Владельцы гаражей кооператива «Кардан» смогут забрать свое имущество 27 октября. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации. Эти гаражи попали в опасную зону, которую расширили после обрушения грунта на третьем провале. В целях безопасности доступ людей на данную территорию был запрещен. И хотя владельцев гаражей заранее попросили вывезти имущество, многие по разным причинам этого до сих пор не сделали. Как указано в информационном сообщении пресс-службы городской администрации, доступ для вывоза имущества из гаражей кооператива «Кардан» будет предоставлен 27 октября с 10 до 17 часов. По всем вопросам можно обращаться в Управление гражданской защиты города Березняки по телефону 23-51-81. К другим темам. В Березняках изменятся правила благоустройства и содержания территории города. Проект уже передан на рассмотрение депутатам Березняковской думы. Сегодня новые правила обсуждала комиссия по экономической политике. Подробности у Елены Вавиловой. Первый вопрос в повестке. Новые правила благоустройства и содержания территории города Березняки. Изменения необходимы. Действующий документ, как сообщила начальник управления благоустройства Лариса Хомутова, практически не соответствует современным требованиям. Затронут эти правила интересы всех жителей города, в частности предпринимателей. И так как им придется пересмотреть вывески над своими магазинами и офисами согласно новых требованиям. Правила предписывают обязательно освещение в темное время суток городских улиц, площадей, скверов, территорий дворов, промышленных и коммунальных предприятий, социальных объектов. Депутаты попросили уточнить, что имеется в виду под понятием пересмотреть вывески над офисами и магазинами. Какие нововведения ожидают предпринимателей. Там не должна быть затянутость витрин различными рекламами своей продукции. Типа у нас сегодня хлеб дешевле 10% или еще что-то в этом роде. В первом чтении новые правила будут рассмотрены на ближайшем заседании Думы. Еще один важный документ, представленный комиссией, целевая программа приведения территорий муниципальных бюджетных учреждений здравоохранения города Березники в нормативное состояние на 2013-2015 годы. Докладчик Руслан Кулаков рассказал, что на программу планируется потратить из местного бюджета 44 миллиона рублей. Деньги немалые, поэтому отчет по затратам подробный. Что планируется по этой программе? Значит, первое, это восстановление ограждений территорий муниципальных бюджетных учреждений здравоохранения. Объем этот 3 319 погонных метров. Финансирование 12 миллионов 617 тысяч. Асфальтирование проездов тротуаров и парковочных карманов. Финансирование 18 миллионов 202 тысячи. Объем 29 тысяч 920 квадратных метров. Восстановление освещения 5,2 километра. Финансы 6 миллионов 880 тысяч. И удаление омоложения деревьев. 6 миллионов 401 тысяч. Интересным оказался вопрос совсем неинтересным названием. О внесении изменений в положение об управлении землями, находящимися в муниципальной собственности города Березники. Разговор здесь идет о многодетных семьях, которым будут выдавать в собственность земельные участки. Сегодня было предложено выдавать эти участки по результатам жеребьевки. Всего планируется раздать около 300 участков в районе Суханово. Но разработчиков проекта волнует. Останутся ли довольны семьи, доставшимися им по жеребьевке, участкам? И не начнут ли меняться друг с другом? Сейчас первая жеребьевка, которая будет проходить ориентировочно в ноябре месяце, это 36 земельных участков. Там еще как-то может быть все эти 36 человек начнут меняться. Пятый передаст четвертому, второй третьему, а потом они обратно начнут меняться. А когда будет разыгрываться 100-150 земельных участков, то практически невозможно сделать. Более детально проект будет представлен уже на заседании Думы. Остальные вопросы, озвученные сегодня на заседании по экономической политике, не вызвали особых премий. Елена Вавилова, Максим Колчанов. Новости на Тенте. В Березняках началась вакцинация против гриппа. Но обезопасить себя прививками от вируса пока могут только дети. Вакцины для взрослых поступят в наш город в конце недели. Репортаж Натальи Луначевой. В детской поликлинике наплыв маленьких посетителей. На этой неделе в Березняках начали вакцинацию против гриппа. С пятницы вакцина поступила для иммунизации детского населения, гриппол плюс. Вакцинация детского населения проводится муниципальным учреждением детская больница. В Пермский край поступила на этой неделе уже вакцина для иммунизации также и взрослого населения. Березняки вакцина для взрослого населения поступит к концу недели. Ежегодно по плану в нашем городе прививают от гриппа около 40 тысяч горожан. Прививку против гриппа нужно ставить обязательно, потому что это, во-первых, профилактика осложнений тех заболеваний, которые у пациента имеются. Может быть различные хронические заболевания, бронхиальная астма, сахарный диабет, то есть гипертоническая болезнь. То есть лица на фоне вирусной патологии, которая будет присоединяться, чтобы не было осложнений от хронических заболеваний при присоединении вируса гриппа, необходимо обязательно привиться. Иммунизацию против гриппа может пройти любой желающий. Для этого необходимо предварительно обратиться к участковому педиатру, который проведет осмотр, определит показания во избежание осложнений и направит на прививку. Прививаться будут школьники, все с 1 по 10 по 11 класс, это также будут прививаться медицинские работники, это учителя, как в школах, так и в детских садиках. Ну и те лица из групп риска, которые тоже связаны с общением с населением, то есть там, где есть риск по заболеваемости высокий. Плюс также все остальное население, которое изъявит желание также прививаться. Наталья Луначева, Алексей Бисеров, Новости на ТНТ. Великая стройка. Сегодня закончено возведение цокольного этажа Никольского храма. Его строят на пожертвование березняковцев. Когда в здании пройдет первая служба и почему в строительных работах лично участвует отец Игорь, узнала Евгения Кокшарова. Каждый божий день здесь трудится бригада из 20 человек. 600 кубов кирпичной кладки или 240 тысяч кирпичиков ушло на строительство цокольного этажа Никольского храма. Строим храм. Это большая ответственность. Пендаменты уже готовы. Цокольный этаж готов 100%. И начали монтировать плиты перекрытия первого этажа. Эти бетонные плиты, которые станут полом первого этажа будущей святыни, подвезли сегодня утром. Настоятель Никольского храма, отец Игорь, каждый день лично контролирует ход строительства. Старается вникать в каждый процесс. Будучи юношей, после окончания школы, я поступил в строительный техникум. Наверное, Богу так было угодно, чтобы, закончивший техникум, я ушел учиться в Ленинградскую духовную семинарию. И мне, слава Богу, сегодня и строительное образование помогает, и духовное. Напомним, возведением храма занимается благотворительный фонд Никольский. Туда перечисляют деньги как простые горожане, так и юридические лица. По словам отца Игоря, каждый месяц на строительство уходит 2-2,5 миллиона рублей. Поставить окна и двери, провести электричество, отопление. Вот задача номер один на ближайший месяц для этой строительной бригады. Если все получится, говорит отец Игорь, то на Рождество Христово в этом храме пройдет первое торжественное богослужение. Евгения Кокшерова, Алексей Бисеров, новости на ТНТ. Мы делаем новости вместе с вами. Жалуйтесь на проблемы и чиновников. Снимайте на видео необычные события или происшествия. Сообщайте то, что будет интересно другим. Автор лучшей новости недели получит вознаграждение – 3 тысячи рублей. Мы ждем ваших сообщений по телефону 20 16 20. Вы смотрели главные новости города. Далее вас ждет прогноз погоды. А я прощаюсь. С вами был Артем Рахматуллин. Всего доброго и только хороших новостей. Прогноз погоды представляет компания «Технологии климата». У нас вы сможете приобрести все для систем отопления. Котлы, радиаторы, насосы, трубы и фитинг по самым низким ценам. Климат-маркет. Советский проспект 2. Левый пристрой строймаркета «Агроснаб». Теперь получить кредит можно быстрее, чем остынет ваш кофе. Восточный экспресс-банк. 8 800 100 ровно 7 100. Предстоящие сутки не принесут больших погодных перемен жителям Придуралья. И наш регион останется во власти сырого и холодного воздуха. Под его влиянием на территории Пермского края вновь не обойдется без небольшого мокрого снега. И показания термометров изменятся мало. 24 октября в Перми облачно, без существенных отсадков и плюс 2 градуса тепла. В Александровске плюс 2, облачно, небольшой, мокрый снег. В Губахе такая же температура, но без существенных осадков. В Кизеле облачно, без существенных осадков и плюс 2 градуса. В Соликамске облачно, мокрый снег и 1 градус выше 0. В Березняках 24 октября облачно, небольшой, мокрый снег. Температура воздуха ночью минус 1, минус 3. Днем 0, плюс 2 градуса тепла. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба. Ветер северный 3,8 метров в секунду. 24 октября на территории Пермского края. Солнечная активность умеренная, геомагнитное поле спокойное. Информация предоставлена. Все типы обогревателей. Масляный радиатор 1200 рублей. Электроконвектор 990 рублей. Или инфракрасный обогреватель за 550 рублей. Все очевидно. Технологии климата. Когда вам нужны деньги, но не хочется никуда идти, просто позвоните в банк. Алло? Да, нужно. Горячие кредиты с переплатой всего 10,4%. Хорошим клиентам хорошие условия. Восточный экспресс-банк. 8 800 100 ровно 7 100. Сегодня здесь происходит съемка видеоролика. Команда, с которой мы работали много раз. Легко, приятно. Помимо того, что обувь должна выглядеть достойно, красиво, стильно, модно. Мы должны себя хорошо в ней чувствовать. Особенно, наверное, важно современной женщине, которая очень много находится в движении. Я могу сказать, на себе проверила. Обувь вестфалика действительно очень удобная. В обычной жизни, абсолютно говорю, это не для рекламы. Я действительно очень часто ношу обувь вестфалика, потому что у нее, прежде всего, потрясающая колодка. Очень достойный внешний вид вестфалика, просто это находка.